Региональное правительство утвердило краевую госпрограмму развития транспортной системы Красноярского ШОЛ в федеральный проект безопасной и качественной дороги. И теперь на протяжении 9 лет будет получать миллиарды рублей из бюджета страны при условии такого же финансирования из краевой казны. Самые масштабные работы запланированы на ближайшие два года. Только в 2017-м 1,7 миллиарда рублей будут направлены на ремонт и благоустройство дорог в Красноярске. 300 миллионов на восстановление дорожных покрытий в пригороде. Еще почти 2,5 миллиарда выделено на строительство развязки в Створе-Волочаевской и микрорайона Тихие Зори. Всего за два года планируется отремонтировать 250 километров дорог. А это четверть всей сети Красноярска. Начиная с 2019 года начнется второй этап участия края в госпрограмме. Он связан с инвестициями в капитальные объекты транспортной инфраструктуры. Это, по сути, в большей степени строительство и реконструкция. Конечно, нам в те периоды необходимо будет посмотреть по расширению магистралей, по строительству транспортных развязок. У нас направление надо будет на Железногорск. Еще у нас там есть отдельные участки закончить. Поэтому вот эти такие емкие инвестиционные работы будут проводиться. Кроме того, правительство утвердило стоимость квадратного метра жилья, которая применяется для расчета поддержки молодых специалистов, живущих на селе или планирующих переехать и развивать местный агропромышленный комплекс, трудиться в области медицины, образования и других важных социальных сферах. В соответствии с приказом Минстроя России в первом полугодии 2017 года итоговая стоимость квадрата построенного или приобретенного жилья в сельской территории края не может быть выше, чем 39 787 рублей. Краевой бюджет третий год подряд компенсирует участникам программы 90% стоимости квартиры или дома. Заместитель председателя правительства региона Леонид Шорохов отметил, что в этом году федерация выделила региону больше средств, чем обычно. Именно вот на это направление мы получили практически чуть ли в два раза больше финансирования. И всегда мы получали с федерацией по легальному району 73-75 миллионов. В этом году нам выделили 140 миллионов. При наших краевых 175 миллионов, она практически сумма, так у нас остается стабильная, можно рассчитывать на увеличение числа участников данной программы.